Доброе утро, вы слушаете Финам ФМ, меня зовут Елена Лихачева, здравствуйте. Последние 10 лет, говорит наш сегодняшний герой, я не работаю ради денег. У меня очень скромные потребности, я мог бы вложить капитал в гарантированный бизнес и жить на дивиденды. Ну, получал бы тысяч пять долларов в месяц, и мне бы этого хватало. Но тогда жить будет неинтересно, безделием можно сойти с ума. Доброе утро, Валерий. Доброе утро. Давайте расскажем так, в двух словах, что на данный момент представляет из себя ваша компания. Я вот точно знаю, я так спрашивала своих друзей, знакомых и коллег, с чем у них ассоциируется кухнестрой. Ну, у кого-то с большим магазином, который несколько лет уже существует, по-моему, в 71-м километре. У кого-то с какой-то конкретной кухней, у кого-то с брендом, с небольшим магазином. То есть вообще-то, в принципе, ваша компания, это что? Ну, если в двух словах, сейчас компания представляет такое немножко замороженное производство, потому что мы перестроили его, и там очень большие мощности, и мы работаем на, там, не знаю, на 10% от возможного. То есть вы заморозили, потому что что, спрос упал? Нет, мы просто перестраивали его последние два года. Мы, в принципе, сделали очень низкую себестоимость продукта, потому что, в общем-то, сделали и штучного производства, поточное. И, соответственно, для этого нужны большие объемы, чтобы делать поточное производство, и чтобы делать низкую себестоимость. И сейчас, получается, компания представляет себя всего три магазина в Москве, правда, они немаленького формата, там все больше 800 метров, но, в принципе... Это такие магазины-салоны, да? Да, магазины-салоны, да, где можно купить любую кухню из нашего ассортимента. У нас вот огромный ассортимент кухонь, я думаю, самый большой ассортимент в нашей стране. Но производство такие замороженные работает сейчас, можно сказать, в холостую всего на 10%, да? Да, на самом деле, просто мы можем очень много сделать, но, соответственно, сейчас делаем пока совсем немного для нашего объема. Почему это произошло? На самом деле, непросто было перестроить производство на низкие издержки. Соответственно, для этого мы работали два года, и буквально закончили только месяца полтора назад. Сейчас, получается, будет развитие совершенно в другом направлении, то есть, по большому счету, самое главное развитие через франчайзинг. Мы предоставили потрясающие условия для наших дилеров в франчайзе. Как дилеров или франчайзеров? Ну, вы знаете... Мне кажется, это все-таки разные. Это абсолютно одинаковые вещи. Просто грамотный, хороший дилер, который слушает франчайзера, это и есть франчайзи. Да, потому что никакого отличия у дилерства и франчайзера нет. Честно? Единственное, только есть... Нет, есть, конечно, паушальные взносы там всякие, есть, соответственно, отчисления, которые идут, но в мебельном бизнесе нет таких, кстати... Как правило, все франчайзи, которые есть в мебельном бизнесе, они не берут никогда ни паушальных взносов, ни отчислений не делают. Все заложено в цену товара. Все отчисления, которые получают компания. То есть, грубо говоря, вы работаете по схеме, у вас, там, скажем, закупили или вы отдаете на реализацию? Как? Нет, по большому счету у нас товар, который... Его не нужно, не нужно его иметь просто в наличии на складе. Он заказной товар все равно, поэтому здесь необходимость такой закупать что-то в большом количестве нет. Он поставил просто образцы на экспозицию, а дальше, соответственно, он просто может заказы принимать и отправлять их к нам. А мы их производим. И какой процент он с этого имеет? Процент достаточно большой. Это коммерческая тайна, но процент явно... Ну, намекните хотя бы. В нашей ситуации это больше 50% наценки, конечно. Ну, если честно, мне кажется, это не совсем так в чистом виде, такие франчайзинговые отношения. Но это ладно, не тем наш программой. Если вы говорите, что разницы особо никакой нет, ну, окей. Прям буквально недавно, вчера, можно сказать, тоже с крупным достаточно бизнесменом разговаривали как раз по франчайзинговым схемам. Поэтому вот любопытно как раз. И ваше понимание туда бы пригодилось. То есть каждый понимает, в принципе, как хочет франчайзинг в России. Нет, почему? Есть классика просто абсолютно франчайзинга. Поэтому, на самом деле, после передачи поспорим. Я вам расскажу. Ладно. Кстати, да. Хорошо, ладно, расскажите. А вы не упомянули в числе вот этих трех магазинов большой гипермаркет, который был построен, кажется, открыт в 2005 году. Знаете, какая ситуация? На самом деле, вот он остался, его перестроили под другой бренд. На самом деле, мы не были владельцем этого магазина, мы его арендовали. Там, по-моему, по 2000 метров, 1700 метров было. Нет, нет, там было... Нет, это у нас осталось. Это наша собственность 1700 метров. Так. Был еще самый большой в мире гипермаркет 8 тысяч метров на 71-м километре. Неужели он там 8 тысяч метров был? 8 тысяч метров, да. Это на самом деле, я знаю, только 4000 метров в Германии самый большой магазин такой, больше, в принципе, не было. На самом деле, он был очень эффективный, зарабатывал очень хорошие деньги, я бы сказал. Там было приставлено больше 70 фабрик. Но я не буду там особо распыляться. Владелец здания сейчас делает нечто похожее, но с эффективностью примерно в 10 или 15 раз ниже, чем мы. Он делает то же самое. А, то есть такая ситуация была. Вы там работали, работали, потом владелец сказал, я сам с усам. У нас была 10-летняя аренда, но там не было пожарной сигнализации, вернее, охраны пожарной. То есть, соответственно, были проблемы определенные, но он не собирался ее решать. Это стоило 700 тысяч евро. Эта переделка, соответственно, я принципиально не пошел на то, чтобы инвестировать в то, что он не доделал. 700 тысяч евро. Ну и, соответственно, пожарники закрыли, и, соответственно, там не было, то есть не было возможности вообще открыться, в принципе, если не переделать эту пожарную сигнализацию. То есть в итоге-то ему пришлось все-таки вложить 700 тысяч евро? Он вложил, да, он вложил. Он потом, когда мы ушли, он вложил 700 тысяч евро и открыл то же самое. Но по эффективности, заметьте, там совершенно другой тип просто работы, тоже кухни, потом еще в ванной комнате добавил чуть-чуть. И там, сколько мне известно, продаж практически нету. А почему вы думаете, что там? Это разве открытая информация? Нет, дело в том, что... Нет, просто я знаю, кухонный рынок, он такой весь полностью в этом плане, ну, как не открытый, но много разговоров, информация идет, я всех знаю практически. Это знаете, как из той серии, что рынок очень закрытый, но мужики все знают. Все кому надо, все знают. На самом деле похожая ситуация. Но реально я знаю, что уровень продаж, то есть касса бьет одна, и, соответственно, уровень продаж там, ну, в 10-15 раз примерно ниже, чем был наш. Поэтому вот историю успеха повторить не удалось. Ну да, всем кажется, что я сейчас сделаю все то же самое, у меня будут те же самые показатели. Сейчас кухнепарк он называется. Как? Кухнепарк. Нет. Нет, видите, кухнестрой знал все. Да, кстати. Ну, знаете, с вашими провокационными рекламными кампаниями, о которых мы сегодня еще обязательно поговорим, надо было какое-нибудь феминистское движение сюда пригласить, чтобы они вас тут раздраконили за ваши... Нет, я женщин люблю очень. Вы что? Я все ради них делаю. Мы интригу поддерживаем, я думаю, что многие помнят действительно вот эти вот про такой большой, вот эти все рекламные кампании. Чуть-чуть попозже поговорим, насколько действительно работала, выстрелила. И это, в общем, не единственный был у вас такой посыл, да, основной, который, я так понимаю, все-таки сработал таки на продаже, да? Сработал, сработал достаточно. Сколько сейчас лет вашей кампании? Так уже точно, чтобы не ошибиться. Двадцать с половиной. Двадцать с половиной? Двадцать с половиной, да. То есть, такой, можно сказать, предприниматель точно первой волны российской. Еще раз, Валерий, доброе утро. Еще раз спасибо за то, что к нам сегодня приехали. Значит, вопрос следующий. Если бы вы, например, остались в том самом большом гипермаркете, да, 8 тысяч квадратных метров на данный момент, как вы думаете, что сейчас было бы с вашими продажами? То есть, вполне возможно, вот это падение до следующего владельца, оно может быть связано, по продажам я имею в виду, оно может быть связано с некими объективными причинами? Ну, у меня был план перестройки этого кухнестроя на три этажа. То есть, второй уровень был, я стал кухонный. Первый уровень был, я сделал стройматериалы, отделочные материалы. Вы сейчас даете ему прям рецепт, как нужно сделать, чтобы... Да, ради бога, мне не жалко совершенно. А третий этаж я бы сделал, там, именно мебельный. То есть, немного мебели и мягкой, и ванной, ком. Ну, все, что связано с другой мебелью. Так уже на сдачу, на сдачу, чтобы купить, если что. Да, да, да. Ну, по большому счету, ткачек приходит, он первично приходит куда? Сначала отделочные материалы для ремонта покупает, потом покупает кухню, потому что она вторичная после ремонта. А потом все остальное. Если ему понравилось отделочные материалы, если ему понравилась кухня, то, скорее всего, он захочет прийти и купить у нас что-то еще. А главное, чтобы это был не арендный магазин, как сейчас происходит. Все взяли в аренду кусочки, а единый магазин, когда эксперты рынка. Потому что идея была такая, что мы, как эксперты рынка, выбрали лучшие фабрики, которые есть в мире и в России, и только их выставляли, и не было никаких пересечений. То есть, если, условно, в одном ценном сегменте есть лучшие 2-3 фабрики, мы только их ставим. Мы не будем ставить всех подряд, кто платит нам больше денег за аренду. Ну, я помню, что, например, люди, которые выставлялись в том гипермаркете, которые, ну, на тот момент, когда вы владели, жаловались на то, что вы вот в ущерб их продукции все-таки делаете упор, педалируете на свои. Поэтому им как-то вот обидно всегда было. Потом вы их так по ценам проседали, так конкретно, особенно когда вот на пороге кризиса уже. По ценам я всегда продавливал, согласен. Но это делалось для клиентов, на самом деле, по большому счету. Потому что невозможно делать бизнес, покупая дорого, и продавая очень дорого. Производителям тоже обидно, они же тоже должны понимать, за что они работают. Нет, дело в том, что на самом деле то, что неправда, что у нас кого-то ущемляли. Потому что, в принципе, продавцам вообще было все равно, что продавать. Ни одного продавцу я в жизни не сказал, когда я слышал разговоры о нашей кухне, типа говоря, что это наши фабрики, я пресекал даже такие разговоры. И поэтому даже такое, это мы и говорить не могли продавцы. Я говорю, для вас все ваши кухни, потому что вы торгуете всеми кухнями. А система мотивации, поймите, он живой человек, он просто продает кухни. И что ему, какая ему разница, чьи кухни продавать? Ну да, он процент, в принципе, получал одинаковый, конечно же. Он получает все равно, абсолютно. Никакой разницы в процентах никогда не было. Более того, была определенная система, когда за более дешевой кухней, не наших фабрик, он получал повышенный процент. И поэтому, то есть мы просто говорили, что он много работает с маленькими, ну, с дешевыми кухнями, он тоже получает больший процент, потому что ему, получается, невыгодно будет продавать дешевые кухни. Да, соответственно, мы дали даже больше процент не нашей фабрики. Поэтому говорит то, что мы кого-то ущемляли, это точно. Интересно показать, что есть фабрики, которые пришли с нами с первого дня и до последнего дня от нас не уходили. И кто пришел с первого дня, они все остались. А уходили, ведь достаточно так много было расставаний с поставщиками. Уходили, ну, дело в том, что, как правило, не они сами уходили, у нас никто сам не ушел. То есть если фабрика не выполняла условия определенные, ну, допустим, задержки. А, или задержки, или не снижали, не снижали. Что я понял, что на самом деле в России очень мало хороших фабрик, которые могут делать качественно свой продукт, а главное сервис. Получается, что в итоге мы сделали заказ этой фабрики, взяв у клиента деньги. То есть мы отвечаем перед клиентом. А клиенту срывают срок. Первый сначала на 10 дней, потом на месяц, потом на два. У нас были случаи задержки на 8-9 месяцев. Ого! И поэтому, ну, что мы можем делать? Мы говорим сначала клиенту через месяц, давайте мы просто в другой фабрике вам поставим там. Он говорит, нет, я хочу именно это. И потом он вроде как ждет, и нам постоянно говорят, нам не говорят, что задержка будет там, там, не знаю, 2-3 месяца. Говорят, там, сейчас через 5 дней, через 10 дней я уже ездил на фабрику, смотрю, вроде люди вменяемые, нормальные. Ну, и какие-то проблемы возникают там, и они не могут их решить. Соответственно, такие задержки возникают, сделали кухню у человека, потом опять рекламация возникает, потом опять рекламация делается несколько месяцев, и в итоге клиент просто, он негодует по поводу кухнестроя, он не знает про эту фабрику, ему все равно. Все претензии, естественно, к вам, да. Поэтому у нас и суды, у нас были выплаты по судам, 2 миллиона долларов мы выплатили, не по судам, а просто по даже суды, и вообще просто клиентам за 2 года. А потом поняли, что нам нет смысла связываться с такими фабриками совсем. Мы просто убрали абсолютно все фабрики, которые не выполняли свои условия, и осталось всего там, в общем-то, 5 фабрик. Перечислите, просто интересно, вот с вашего точки зрения, наверняка они до сих пор самые вменяемые, такие сильные игроки на рынке, кто это? Ну, компании даже не очень-то известны, вот компания Бобра, она была с нами с первого дня до последнего. А с ней сейчас все в порядке, что-то они как-то совсем их не видели? Вы знаете, компания вроде бы просто функционирует, она и раньше была маленькая, она на самом деле поднялась в продажах с нами. Она была очень маленькая, делала достаточно такой оригинальный продукт, и как только мы заработали, у них продажи выросли примерно в 2-3 раза. И потом, когда, конечно, у нас закрылась ситуация, с владельцем мы общаемся, он говорит, ну, конечно, теперь уже совершенно другая ситуация. То, что было с кухней строем, это была одна. Сейчас продают, но по чуть-чуть. Витали компания с нами работала все эти годы тоже. Тоже абсолютно нормально, качественно делала свой продукт, никогда не было срывов поставок, спокойненько, аккуратненько. Ну, были компании, значит, наизвестные, которые сначала работали неплохо, а потом были срывы, даже не буду их называть, на самом деле. По большому счету, то, чтобы все время работало, буквально несколько компаний. Потом и Орликина компания неплохо работала в дешевом сегменте с нами. Они начали не с самого начала, где-то в серединке нашей работы, но потом они просто достаточно нормально, стабильно работали. А итальянцы, которые на каком-то этапе потом зашли? Ну, итальянцы, нет, итальянцы были где-то, они зашли буквально там через 6-7 месяцев после начала работы, целый этаж открыли итальянский, немецкий. Ну, там вообще не было глобальных проблем, прямо скажем. То есть только, если на таможице застревало, а так, чтобы... Так, в принципе, они соблюдали все свои... Если честно сказать, продаж были очень небольшие, вот импортная кухонь, примерно 2-3% от общего количества, хотя целый этаж был задействован. То есть неинтересно как-то не будет. Видимо, все-таки, когда клиент видел российские кухни по одной цене и с хорошим очень ассортиментом, и видел итальянские, он не видел вообще разницы реальной. Ну, как я, как специалист, понимаю, что ее нету. И поэтому сложно объяснить вопрос клиенту. Почему это в 5 раз дешевле? Нет, ну, берите... Нет, ну, так нет такой разницы в 5 раз, ну, примерно в среднем там разница может в 2 раза. Я видела и в 5 раз. Нет, есть такие, я так называю, понтовые кухни, которые просто берут деньги за понты. А главное, правда, непонятно за что. То есть начинаешь узнавать, это какой-то очень дорогой материал, это какое-то супер-пупер дерево. Нет, это такое вот... Обычное, да. Дерево такое хорошее, да, качественное, но просто обычный там, скажем, там дуб, например, там. Ну, ладно, хорошо. Спасибо за исчерпывающий ответ. То есть по итогам вот этого опыта, да, вы сейчас в ваших трех существующих магазинах, тоже действительно все немаленькие, да, от 800 метров, и до 2000 метров, да, я так понимаю. Что теперь продаете? Продаем кухню, соответственно. Ну, вы, я понимаю, свои и чужие. Нет, смотрите, какая ситуация. После закрытия магазина мы перестали продавать чьи бы то ни было кухни. Просто дело в том, что, на самом деле, мы проанализировали, что 95% проблем, которые мы имели в магазине, а мы имели большие проблемы, на самом деле, тоже все-таки вот с сервисом, это были проблемы, которые нам давали сторонние фабрики, особенно непонятные. Я не говорю, те, кто я назвал, они не давали проблем. Они решали, как и все остальные. А вот, получается, те фабрики, которые мы сначала, в общем-то, не знали, получается, взяли, сначала работали нормально, потом были проблемы, и они создавали такой просто дисбаланс нашей компании. Это даже влияло на качество нашей продукции. Кем образом? Когда те же доставки, там, не знаю, сборщики делают просто работу определенную, и видят кучу проблем, получается, по сторонним фабрикам, они говорят, а что нам сильно заморачивается по нашей продукции? Какие проблемы? У нас там задержка, там, два дня, а вы на нас просто кричите по поводу этого. А у вас там люди по несколько месяцев задерживают. Они задерживают, а что вы тут говорите? У нас самая лучшая компания. Когда стали говорить сборщики, что, вы знаете, мы собираем все эти фабрики, то есть, и они говорят нашим производственникам, что у нас очень несравнимо выше качество, а я постоянно ругаюсь по поводу этого качества, они говорят, что вы там, вот все вот, что говорят сборщики, послушайте. Я говорю, нет, и нас не интересует. Есть косяк. То есть, косвенно вы сами стали проседать, да? На самом деле, получается, это расслабляет. Когда люди видят, что вот у других еще хуже, то они просто расслабляются. Кстати, да, такой эффект абсолютно не только в бизнесе. Да, пошли другим путем. Мы стали делать очень сбалансированный ассортимент. Благо, мы узнали, что нужно на рынке. Мы увидели, на самом деле, основное масса. Ну, у каждой фабрики есть свои маленькие ноу-хау. Это понятно, да? И итальянцев, и у немцев, и у наших компаний, у каждого. Ну, учитывая, что мы все продавали эту продукцию, мы, на самом деле, ее собирали, доставляли, знали просто логистику, знали, какая у них упаковка. Ну, все знали, да? Соответственно, мы, ну, естественно, как люди, думающие, смотрели на эту ситуацию и брали то, что нас интересует. И на данный момент вы можете сказать, что вот в ваших магазинах продается то, что, по вашему мнению, да, сейчас пользуется наибольшим спросом. Ну, по вашему мнению, да? Да, по нашему мнению, да. И ориентируясь на вашу целевую аудиторию. Она, кстати, у вас не изменилась? Нет, у нас, например, она пошла немножко ниже, целевая аудитория. Я помню, что раньше вы позиционировали как средний класс, да, 35-40, то есть вот такие платежеспособные, нормальные люди. Сейчас получается какая ситуация. Мы еще пошли в более экономичный сегмент. Ты помните, рассказал про поточное производство. Оно позволяет нам сделать очень низкую стоимость. Тут есть торговые марки другие, не Кухнестрой, а Феличита, допустим. Да, у нее более экономичный сегмент, еще Кухонный Экспресс и совсем дешевые кухни. И поэтому в этом сегменте мы будем там конкурировать со всем фабрикам, которые делают, до мой взгляд, совсем неправильную продукцию, некачественную. А у нас будет абсолютно качественный продукт. Я думаю, если их пригласить, они, например, тоже скажут, что вы, с их точки зрения, делаете какую-то неправильную продукцию, а не неправильную. Нет, ну в том плане, что она просто дешевая совсем, понимаете, она на самом деле стоит несколько раз дешевле, чем в среднем рынке. То есть, правильно понимаю, вы собираетесь немножко и уже собрались, уже, собственно говоря, двигаетесь в этом направлении, уже делаете. А переориентировались на все-таки более низкий ценовой сегмент, но при этом стараетесь, ну, как-то так все-таки не опуститься. У нас есть дорогая торговая марка относительно Z, где там высокий сегмент премиальный, он остается. Кухнестрой сам немножко съезжает, немножко вниз, то есть он уходит в цене, он не будет просто, в принципе, высокой цены. Даже кухни, там, я не знаю, которые на рынке стоят дорого, у нас будет стоить примерно на 30% дешевле. Уже в кухнях очень много понтов, я бы сказал так. Да, их вообще везде много, не только в кухнях. Давайте два промежуточных вопроса от слушателей. Вот Олег спрашивает, а почему вы в своих магазинах не продаете тех поставщиков, которыми вы были довольны, того же бобра, например? Ну, то есть вот понятно, почему вы не продаете тех, которые там себя не так зарекомендовали, как вы от них ожидали, да, вот в этом большом гипермаркете. Но почему вы не работаете с хорошими поставщиками сейчас у себя? Скажем без лишней скромности. На самом деле, наш продукт все-таки на голову выше, и поэтому и имеет ниже себестоимость. Сейчас ни одна фабрика реально не сможет дать ту себестоимость, которую у нас есть. Соответственно, наценка и цена у нас, она, ну... Ну, ясно. Наценка выше и ниже, получается, цена, получается, для клиента. Поэтому фабрики не смогут такое сделать. А сколько у вас сейчас людей работает на производстве? Сейчас около 70 человек, потому что мы оптимизировали производство, и очень сейчас... Ну, немного вообще, в принципе, для такого сложного, мне кажется. Вы знаете, у нас цель вообще сделать так, чтобы на производстве работало... Я не шучу, мы хотим сделать так, чтобы на производстве работало около 30 человек. Это абсолютно реально выпускать в 10 раз больше еще кухню. Это поточное производство. Мы делаем любой продукт, получается... Ну, вот для сравнения скажу, если, допустим, распил, делается одна плита на станке с станком ЧМПО, здесь расстается 6 плит одновременно. И это задействовано... Это без людей совершенно. И расход еще уменьшается на 10%. То есть со всех сторон выгодно. Ну да, это то, что примерно делает Ефим Кац у себя на фабрике. Она, правда, конечно, не в Москве распорожена, но мы как раз с ним об этом говорили. Можете почитать у вас на сайте. Мебельная фабрика Мария. Вот у них тоже примерно то же самое. То есть такое автоматизированное поточное производство, минимум людей, максимум экономии. Да, это действительно очень разумно. Не только в вашем сегменте. Так, что касается, значит, вашего сегмента. Представьте, приходит очень недалекий для вас человек, и вы к нему очень небезразличны. Родственник какой-нибудь дорогой, да? У него есть определенное количество денег, ну, скажем, миллион долларов. Он говорит, вот это последний у меня миллион, я хочу зайти на этот рынок и начать работать. Мне нравится. Вот я всегда как-то любила... Индоспроизводство, да, говорите? Да, да. Стоит ли? Если стоит, то как? У меня был такой случай полгода назад. Один знакомый, как раз он пришел, вернее, сын этих знакомых, они вроде обеспеченные люди, готовы были помочь сыну это все делать. Но на самом деле это утопичная вещь с миллиона долларов начать производство кухонь серьезных. Сразу скажу, если чекать... Какой вход сейчас? 10-15 миллионов долларов, если меньшая сумма, и если он может себе позволить не зарабатывать ничего, хотя бы 3 года, он может начать этот бизнес. Если ему нужно сегодня, сразу сейчас, только начать с розницы. И вообще просто любой бизнес нужно начинать с продаж. Надо стать экспертом продаж сначала, а потом идти в производство. Хотя сам сделал по-другому, но ничего. По большому счету... Но вы это сделали 20 лет назад или сколько? Сейчас, конечно, я считаю, только находить хорошего поставщика, начать с ним взаимодействовать, понять плюсы и минусы этого бизнеса, научиться продавать, и только после этого начинать производство, если... Когда совсем уже все места займут на этом рынке, тогда вы можете... Нет, дело в том, что уже они все заняты, прямо скажем. То есть это очень конкурентный рынок кухонный, поэтому сказать так, что здесь халява присутствует, я думаю, что нет. Очень конкурентный, закрытый, сложный, и не сказать, что уж сильно высокомаржинальный. Да, абсолютно нет. Сейчас все плохо. Если в сравнении, я просто знаю, в той же Италии, на цену комплектующих фабрики накручивают 4 конца, то есть 400%. А, допустим, если в России взять, я вам точно заявляю, это 100%. Примерно в среднем. То есть, по большому счету, самый низкий, я знаю, процент, который в мире существует у фабрики с эконом-сегментом, это 70%. И поэтому у нас в этом плане народ точно не жирует. Так, еще вот вопрос, Дмитрий спрашивает. Все три магазина вашей собственности или вы арендуете? Нет, только один. Собственность самая большая, которая 1700, а все остальные арендуем. А вот еще такое у меня, я просто хочу понять. А вот с одного квадратного метра в среднем, какая прибыль? Прибыли, ну, прибыли я не считал с метра, на самом деле это вообще не имеет значения. Есть инвестиции, ну, допустим, вы можете взять тысячи метров за очень там низкую арендную плату, платить там условно 300 тысяч рублей, да, и затраты у вас будут не очень большие на этот магазин. И персонал там всего будет 5-6 человек. А вы можете взять на эти тысячи метров в очень дорогом месте, платить условно 100 тысяч долларов за этот магазин, и там будет 30 человек персонала. Я поэтому и спрашиваю не выручку, а прибыль. То есть за вычетом всех расходов уже. Нет, а прибыль считается с инвестицией, не с квадратного метра. Если мы инвестировали деньги определенные в салон... Вы их еще не отбили? Вы знаете, все-таки в рознице немножко другая ситуация. Если бы мы купили бы в собственность, тогда мы бы не отбили, наверное, никогда с нашими ценами на недвижимость. А так как мы просто инвестировали в салон, мы достаточно быстро их отбиваем, поэтому здесь нет таких проблем, сложностей. То есть если грамотно хозяйствовать в рознице, и сейчас можно зарабатывать. Ну, допустим, оборот у вас за 2010-й какой? Ну, на самом деле он небольшой, там закрытая достаточно информация, но он упал в несколько раз по сравнению с тем, что было. Такой шлейф от кризиса. Если все в основном, у нас строители пережили кризис 2 года назад, такой самый пик или год назад, то сейчас вы начинаете его переживать, нет? Просто дело в том, что нет. У нас кризис уже начался в 2008 году, правильно, пошло снижение. Вы просто не забывайте, что мы основные продажи делали в большом гипермаркете в 8000 метров, а потом мы его закрыли, получается, и перешли на эти более мелкие магазины. Поэтому, соответственно, рекламы стало гораздо меньше. То есть и мы перестраивали производство 2 года. На самом деле мы думали совершенно о другом эти 2 года, чтобы снизить свою себестоимость и, соответственно, повысить уровень качества. И сделать так, чтобы было минимальное количество рекламации. Вот, допустим, в принципе, мы снизили количество рекламации на 1000 кухонь примерно в 12 раз. Это какое же количество было на 1000 кухонь? Нет, дело в том, что кухонный рынок сам по себе, да, то есть это не секрет, то есть рекламации примерно происходит около 50% от количества кухонь. То есть каждая вторая кухня имеет рекламацию. Но рекламация, понимаете, для вас, может, даже не узнать, что это... Вам собирали кухню? Допустим, есть какой-то маленький косячок, да? Тут же поехали, исправили, и вы даже не узнали. Вам собрали, и вы даже не знали, что там она была, эта рекламация. Но она затратна, понимаете? Надо поехать на производство, быстро ее что-то исправить, переделать, кого-то оторвать от станка. То есть это реально большие деньги. И на это каждая кухонная компания закладывает определенные проценты, на это закладывают сборщики, свою стоимость и так далее. То есть у вас стратегия, чем увеличивать обороты, проще как бы снизить просто издержки? Мы пошли другим путем. Мы снизили издержки за счет того, чтобы у нас вообще не было этих рекламаций. То есть просто устранили возможность появления рекламации. Давайте от рекламации к рекламе. Действительно любопытная тема. У вас были две такие громкие рекламные кампании. Следующего толка. Одна, значит, была такая... Ого-го, самый большой. Да, ну это про гипермаркет. А вторая была, о боже, мы сошли с ума, мы продаем себе в убыток. Ну, примерно так. Я, может быть, немножко так перевираю. И одна и другая действительно выстрелили. Они действительно выстрелили? Это вот честно так. Ну почему нет? Или я так вот утверждаю? А может быть нет? Сексуальный подтекст в рекламе, это на самом деле такая тема, она вечная. Кто-то там ее стесняется, но этого подтекста. Но с другой стороны, все взрослые люди, вообще наши серебраторы женщины, и я считаю, что 95% принимает решение именно женщина. Ну какая женщина не любит секс, скажите, пожалуйста. Просто очень мало женщин любит секс, и, соответственно, их интересует сексуальная реклама. Соответственно, они просто знают про магазин через эту рекламу. Соответственно, она просто обходится в несколько раз дешевле по сравнению с конкурентом, соответственно, и цены снижает. Вот из-за этого можно. Если так все хорошо работает, вот эти ваши три сейчас магазина, вы таким же способом будете продвигать? Нет, сейчас вообще совершенно другая стратегия. Мы уже не будем делать никаких огромных рекламных кампаний, потому что другое время. Сейчас, на самом деле, это очень дорого стоит, и сейчас важна цена клиенту. Ну, допустим, если мы продавали в гипермаркете за 100 единиц свою продукцию, снизив нашу себестоимость, снизив наши рекламные издержки в том числе, мы продаем сейчас за 60 единиц. То есть у нас падение цены на 40%. Это невозможно сделать, делая большие рекламные кампании, я вам точно так скажу. То есть сейчас, в общем-то, люди ориентируются исключительно на цену, да? Да. Нет, как нет, цена-качество, естественно. Ну, понятно, что соотношение все-таки пытаются там все соблюсти, да, но, тем не менее, основной момент это не имидж, да? Да. Имиджевое составляющее все-таки в стороне, а люди ориентируются на какой-то более-менее известный бренд, и все-таки, чтобы там была цена. А вот реклама, мы сошли с ума, допустим, вы говорите, работает, нет. Интересный случай, когда там в Донстрою у меня там брат и жена работают, ну, брат приходит, они узнают, что у него брат владелец кухнистрой, и говорит, слушай, передай ему, пускай снимет эти счеты, они вообще просто позорят, и там, я не знаю, это просто кошмарная реклама. Что он, это все-таки, мы сошли с ума, это же вообще непонятно, и весь отдел обсуждает это. Звонит брат, говорит, слушай, сними счеты, нехорошо. Я говорю, слушай, знаешь что, эта реклама закончила свою работу шесть месяцев назад. Уже шесть месяцев счетов, шесть месяцев нет счетов, а весь Донстрой обсуждает, получает, какая плохая реклама. Как это может быть, она плохая? Вот из-за чего Донстрой-то, вместо того, чтобы работали, сидели, обсуждали рекламу чужую. Вот получается, реклама, получается, работает. А самая первая коммерческая, ну ладно, не сделка, идея, да, пришла вам в голову в возрасте восьми лет. Правильно вы понимаете? Да, было, было. И что это за идея такая была? Ну, вот моего отца-сестра закончила мединститут, ее отправили в Йошкар-Алу на работу отрабатывать. И она приезжает в отпуск через, там, 12 месяцев и говорит, как там живется, что там сейчас происходит, ну мне 8 лет. Она говорит, вот там это, это, говорит, и почему у вас, говорю, там вообще продукты, яблоки? Он говорит, яблоки очень дорогие, говорит, 2 рубля килограмм. Я говорю, как 2 рубля килограмм? А я вижу, что у нас там, допустим, 70 копеек в магазине везде яблоки стоят. Это в магазине? Да, в магазине там, а тут 2 рубля килограмм в магазине у них тоже. Я говорю, а подождите, это Йошкар-Ала, здесь находится, там 2 рубля, у нас тут 70 копеек. Слушай, надо срочно, я прихожу к отцу, говорю, составил ему практически бизнес-план. Папа, бери быстрее машину, КамАЗ, грузи яблоки, вези в Йошкар-Алу, будем продавать. Последовал? Да нет, конечно, посмеялись. Эх, жалко. Ну, говорю, пап, такой бизнес, ты тут работаешь на заводе, получаешь 300-400 рублей большим начальником, а тут получается, вроде бы, такой бизнес, сразу можно заработать много денег. Слушайте, Валерий, вот откуда это 8-летним ребенком? В советское время. В советское время, заметьте, да. Это что, как-то проявился какой-то предок-коммерсант? Не знаю. Каким-то непонятным генетическим образом. Нет, у меня мама говорила один раз, ну, всегда называла меня фанатиком. Почему? Она говорит, слушай, ну, какая жена будет с тобой жить, если ты не убираешь там за собой, не помогаешь по дому, что-то еще. Я говорю, мама, не переживай, у меня будет домработница. Она говорит, ты, говорит, фанатик, это советское время, там, 70-е годы, какие домработники? Я говорю, я их вообще видел. У меня будет домработница, она будет все, и ни я, ни жена не будем ничего делать. Она говорит, нет, ты фанатик. Сейчас смеется. Так и получилось, да? Да. Трое детей, жена, ничего не делает в доме, потому что есть домработница. Ну, как ничего не делать? Ну, конечно, она руководит. Да, 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 дети, дети. С детьми всегда много работает. Ну, просто помогает. Я имею в виду, что такую вот работу она не делает. Да, не убирает, конечно, да, согласен. Это, я думаю, нормально. Каждый должен делать свое дело. Согласна. Я думаю, три минутки оставим, чтобы поговорить о том, какая у вас политика в семье, да? Тоже, мне кажется, любопытный момент. Дальше. Когда вы окончили авиационный институт, вы сразу как-то в коммерсанты подались? Уже было тогда, ну, время подходящее? Нет, дело в том, что я учился еще в советское время, да? И в 89-м году, когда вышли первые законы о кооперации, там, патенты и так далее, я еще учился. То есть был на четвертом курсе. Ну, знаете, все равно, получается, я днем работал на заводе Хруничева, мы делали космические корабли. Ну, а вечером я привел в институт и учился на вечернем. И, соответственно, помогать мне было, на самом деле, некому, потому что у меня была сестра, со мной жила, моя родная, надо было нам как-то... Ну, родители помогали там, как могли, да. Но у меня была такая возможность, чтобы нас с собой обеспечивать. Вот, обеспечивать, соответственно, я работал. А она училась на дневном. Соответственно, я, это самое, что-то искал пути выхода, как жить лучше. И у меня был знакомый один в Даугавпилсе. Я подумал, он разбирался в брюках, там, как-то шить, ну, в пошиве. Мы с ним договорились и начали вместе, это самое, шить брюки. То есть я взял плотен, как будто я их шью. На самом деле, я их заказывал в Даугавпилсе, на фабрике во вторую, там, третью смену платили людям просто деньги определенные. Давали им ткань, давали там фурнитуру. И они нам шили очень хорошего, очень высокого уровня качества брюки. На самом деле, нам просто обходились копейки, там, не знаю, под 20-25 рублей. Я их приносил в большие магазины, вот весна даже, вот, которая на Калининском, там, воинтор, там, большой был на Соколе. Сумели договориться? Да, большие магазины, нет, не договориться, там очень было очень просто, там был полный, там дефицит был страшный, там ничего не было на полках, соответственно. То есть они брали все. Когда мы брали брюки за 150 рублей за штуку, они просто улетали в течение одного дня. Класс. Это был бизнес такой интерес. 20-25 стоит, да, включая логистику? Да, подъем был шесть концов, на самом деле, очень такой красивый подъем. Это продолжалось не очень долго, где-то года полтора. А почему кончилось? Неужели дефицит стал кончиться? Нет, потому что, знаете, что получилось? Ну, во-первых, у нас вырастала катастрофическая себестоимость, потому что, если мы раньше брали, условно, там, ткани по какой-то где-то советской цене, то было их найти, тяжело было найти, просто платишь там определенные деньги сверху и получаешь ткань дешево. Потом стали рыночные цены на ткань, цены стали безумными, фурнитура стала тоже очень дорогая, там, те же молнии, там, пуговицы, что-то еще мы брали, возили из Польши уже. Соответственно, получилось так, что себестоимость примерно было, там, 100 рублей, условно, а продавать стало все сложнее и сложнее. Они, там, приехали, там, турки, условно, там, какие-то питанчики. Ситуация изменилась, рынок подстроился. Изменилась, да, и, соответственно, у нас уже все хуже и хуже, и уже в 91-м году я дело закрыл, много раз деньги какие-то неплохие заработал и купил первую фотолабораторию, Кодек Экспресс. Такая модная тема, я помню, у меня был один жених, у него была как раз маленькая такая лавочка Кодек, ну да, ну давно-давно, и он был такой вообще первый парень, ой-ой-ой, да, правда. Ну, мы сначала в Москве открыли одно, и потом я понял, что все-таки в Москве, не, в Москве две открылись, сначала одно, потом второе, а потом поняли, что доходность здесь совершенно другая, то есть нежели, ну, здесь зарабатывалось, допустим, 15 центов со снимка, да, а если поехать в регион, где вообще никто не знает про это, то есть мы ставили первую лабораторию, и цена была заработка, примерно, 35 центов, то есть 2,5 раза выше, соответственно, первые, и мы были там монополисты год или два практически, пока другие очухаются, мы ставили в маленькие регионы, где-то 200-300 тысяч, это мой город, ставишь, и там, я не знаю, была очень высокая доходность, причем самое смешное, в то время никто просто налоги не платил, а мы работали по схеме, там, с упрощенками, там, определенными, которые, ну, они как-то, вот раньше по-другому назывались, не упрощенки, а, типа, вот офшорные зоны Калмыки, что-то еще, там регистрировали компании, то есть платили 3,33%, где-то меньше 4%, да, платили от варваровой выручки, а все остальное была наша чистая прибыль, и официальная причем прибыль, и поэтому, на самом деле, я заставил наших партнеров, и партнеры, и сам делал бизнес в Москве, и с партнерами делали только белый бизнес, даже в то время, и на самом деле мог похвастаться, говорят, у нас чистая, там, белая компания, что не делал никто практически совершенно в то время. Даже в 90-х. В 90-х, ну, начиная с 94-го года, вот, зарегистрировали эти компании, ну, это было дешевле, на самом деле, намного, чем все остальное, чем кому-то там отстегнуть, по налоговикам кому-то еще, и касса, аппарат все бил, и всегда налоговики просто удивлялись, а почему у вас там, как вот это все там у вас бьется, а на чем зарабатываете деньги, типа? Понятно. Ну, по понятным причинам все-таки вы, наверное, стали понимать, что фотолаборатория, это, конечно, хорошо, но, в общем, здесь ловить скоро будет нечего, да? В 97-м году, на самом деле, уже все, этот бизнес, он, понятно стало, он зарабатывал еще хорошие деньги, но там уже нечего было, просто даже, мы все уже развели, все, что можно было, некуда было дальше идти. И поэтому уже переориентировались именно на кухон. Да, и просто деньги были хорошие накопленные, и я стал искать просто, куда их инвестировать, и инвестировали их в кухонную фабрику. Купил современный оборудование, итальянское, немецкое, купили землю, построили титание, то есть, ну, и запустили производство. За год от начала идеи до конца уже было, уже стояло производство. Валерий, можно такой вопрос, если хотите, не отвечайте. Вот, оглядываясь назад, да, то есть, достаточно серьезная биография действительно прирожденного коммерсанта, да, это уже понятно. Вам за что-нибудь неловко? Вы знаете, я всю жизнь, с детства руководствовался определенными принципами. Я, может, как один сказал товарищ мне, да, когда он со мной спорил, что я что-то, он говорит, типа, прав, неправ. Он говорит, я, говорит, единственное, что, говорит, я, говорит, вот, вижу, что ты неправ. Он, ты так искренне, говорит, веришь, что ты прав, и так искренне ты вот эту, вот, свою позицию оставишь, чтобы, вот, видно, что ты на самом деле не обманываешь, а вот ты реально. Я вот считаю по-другому, но, я, говорит, преклоняюсь под тем, что-то вот искренне, говорит, и, говорит, ладно, я соглашаюсь с этим. Эта позиция, говорит, для меня, говорит, не совсем правильная, но, говорит, она, говорит, такая, то есть, нормальная, да, да, да. То есть если я ошибался, я всегда ошибался искренне, и на самом деле я не жалел ни об одном поступке, который был в таком сознательном возрасте, я бы сказал так. Были, конечно, в детстве какие-то вещи, может, неправильно, может, где-то в армии что-то я делал, какие-то вещи неправильные, да, были на самом деле. Я вот о них вспоминаю, ну, такого страшного ничего не было, конечно, но какие-то вещи делал неправильно все равно. А потом я старался жить просто по своим принципам определенным. А есть какие-то определенные свои принципы? Они прописаны у нас в компании, я их все время, получается, ну, согласовываю своими сотрудниками в том числе, да, мы все вместе их расширяем, постоянно прописываем. Я помню, в одном интервью там какой-то журналист пришел к вам и говорит, вот ты шел сейчас по лестнице и видел там, миром правит любовь, такой слоган. Вот это один из принципов? Ну, тоже на самом деле, по большому счету, если мы не будем любить ближнего, ну, вы понимаете, самое большое удовольствие оставляет в жизни то, что ты делаешь людям хорошее, добро. Если на самом деле вы будете зарабатывать деньги, рано или поздно вы поймете, что, я лично в 90-х, наверное, в 4-м, 5-м, я помню, что уже я не получаю удовольствия от зарабатывания денег. Нужна следующего уровня цель, сверхцель уже какая-то. Поэтому, если не делать определенное, там, добро, даже тому же клиенту добро, если я делаю, там, условно, какую-то кухню, да, своей командой, соответственно, я понимаю, что и команда, и я радуемся тому, что, если моя кухня сделана, клиент качественно, и клиент доволен. У нас 12-летняя гарантия, кстати, на кухню, в отличие от всех остальных. Сейчас ценник вам выпишу за рекламу. Это реклама? Да, конечно. А, ну, я думал, что просто. Это уже не стоит. Все, понял, хорошо. Хорошо. Это, да. Что касается принципов, опять-таки, в одном из ваших интервью прочитала, что я, вот, мол, в бизнесе придерживаюсь западной философии, в семье исключительно восточной. Но при этом, в следующем же вопросе в этом интервью вы отвечаете, что я масок не ношу, я одинаковый и дома, и на работе. Как так получается? Однозначно. Дело в том, что я и в офисе, и, ну, и дома, то есть, вы знаете, какая ситуация? Я человек эмоциональный. И на самом деле, даже когда я сразу говорю, приходит человек на работу, с кем я взаимодействую, я говорю, если даже вы видите, что я чем-то недоволен, я эмоционально говорю на эту тему, это ничего не значит. Это просто, я говорю, я недоволен этой идеей, не вами непосредственно. Вы можете спорить, вы обязаны спорить со мной по этому вопросу, если вы не уверены в том, что я прав. Соответственно, но не надо реагировать на то, что я вот этими эмоциями давлю вас. Я объясняю, что раз, два, поговорите с этим человеком, с этим, они вам расскажут, кто со мной уже работает, там, 10-15 лет. Они знают, что эти эмоции, это просто эмоции, я могу ругаться по этому поводу, но при этом я все равно могу сказать, ну, если ты не уверен, что ты прав, ну, делай, как ты считаешь нужным. То есть, в принципе, вы производите впечатление такого человека-тирана, такого, да, деспота, который может наорать, там, еще что-то, но с которым можно работать, и на которого можно просто не впрямую, а так вот как-то все-таки убедить. Я никогда не буду никого оскорблять, ни в семье, ни там, да, это вообще немножко другое. Я могу просто именно эмоционально говорить, учитывая, что энергии много, эта эмоция может давить. И в семье то же самое, по большому счету. Но в семье, я думаю, жена подстраивается по эти вещи, я думаю, что это не проблема. Ну да, абсолютно такой восточный подход. Женщина в восточной семье, насколько я понимаю, она может быть и давит, но она не сверху, а так снизу как-то так, знает, как нужно делать. Ну, у меня не восточная, поэтому здесь за вас лучше, да. Ну, я имею восточной модели, да. Ну, хорошо. Спасибо вам огромное за то, что к нам сегодня пришли. Самый последний вопрос традиционно для нашей программы. В одно слово, пожалуйста, сформулируйте ваше отношение к нулевым годам в России. Что за слово и почему именно это слово? Десятилетие последнее в России прожитое. В одно слово какое? Халява. Ничего себе! Сто процента халява для страны. Халява? Именно халява, да. Мы получили огромные ресурсы, которые не используем как положено. Поэтому это, я считаю, просто... Которая кончилась, я бы добавила. Халява, которая... Она не кончилась еще, она еще продолжается. Ну, понятно, что она кончится. Да, ну, и не дай бог, она кончится, это будет страшная ситуация. Не дай бог, она кончится при нашей жизни. Но она кончится при нашей жизни, и надо думать. Невзегас все равно, да. По этому поводу, да. Валерий Новрузбеков у нас сегодня был в программе. Прирожденный коммерсант, основатель и владелец компании Кухни Стро. Успехов вам. Спасибо. Останавливайтесь на достигнутом. Вы приходите к нам как-нибудь еще. Очень интересно мне с вами было. Я думаю, что и нашим слушателям тоже. Это была программа «Они сделали это». С вами была Елена Лихачева. С вами прощаюсь. До завтра. Счастливо.